подписчики нас нашли важно дома хорошо покушать потому что в течение тех четырех часов вас никто кормить не будет и я прошу дать новый бланк чем шокирует и ввожу в ступор члена комиссии пишет в комментариях что одзе под забретом за это сразу же 0 баллов добрый день меня зовут андрей павлик сегодня 29 марта 2019 года ребята я сейчас нахожусь в городе мытищи я решил на практике проекте что такое профиль на игре по математике и вот я направляюсь в одну из ищенских школ тогда срочный кто же его сдает его сдает так называемые 12 классники то есть те кто уже закончил школу ну а также спортсмены либо те кому предстоит длительная госпитализация на период основных за давайте посмотрим как это работает на практике как я уже сказал я решил на практике что же это такое егэ потому что его раньше никогда не сдавал я учился в обычной школе сдавал обычный выпускной экзамен сдавал вступительный и выпускные экзамены в вузе но теперь я хочу попробовать что же это такое егэ по математике я учу вас математике но сам-то экзаменов не сдавал и поскольку я живу в московской области меня отправили в школу номер 10 астрахово города мытищи сейчас массами 9 часов 15 утра экзаменов начинается в 10 а инструктаж начнется без 10 10 почему пришли так рано смотрите я же в московской области подписчики нас нашли можно представить как вас зовут роман роман и вы пришли сдавать экзамен профи на егэ по математике так точно тогда давно вы закончили 18 лет назад 18 лет назад а почему решили сдать экзамен с учиться ходить и получить лишь на резонда не похвал ни пера все большое спасибо здравствуйте вы на экзамен паспорт уведомления так паспорт без обложки проходим верхнюю одежду вешаем в раздевалку все с собой забираем камеру хранения сдаем все с собой там камеру хранения все все камеру хранения сходите вода нет вода там будет стоять с бутылочками одноразовыми вам организаторы и так экзамен окончен рассказывая свои впечатления сдаете одежду верхнюю забирать личные вещи идете и дальше вас встречают и дают бланк уведомление в котором подписывайтесь что вы знакомы с правилами проведения экзамена то есть нельзя брать шпаргалки калькуляторы мобильный телефон и все прочее подписались идете сдавать личные вещи специальному человеку то есть все кроме ручки линейки паспорта и только что подписанного бланковый дом сдали идете на следующий пункт где вас обыскивать металлоискатели забирают вас вот это уведомление что вы знакомы с тем как проходит экзамен проверяет паспорт и ваше лицо что все совпадает и после этого называют аудиторию в которой вы будете писать и без 10 10 всех разводит по классам причем у каждого заранее предопределено место внутри этого класса где он будет сидеть пересаживаться запрещено разговаривать друг с другом запрещено ходить по классу без разрешения сопровождающих запрещено когда можно ходить только если вы покидаете аудиторию на совсем то есть закончили писать экзамен либо хотите выйти в туалет отмечают время начала экзамена и начинается счет 3 часов 55 минут что важно важно дома хорошо покушать потому что в течение тех четырех часов вас никто кормить не будет я когда получил вариант на руки у меня упали на пол черняки я стал чтобы их сам поднять это получилось чисто случайно но тут же ко мне прошло проверяющий и перевернул с обеих сторон черняки проверил не написали что-нибудь на них ничего не написано то есть он мне погрызил пальчиком что нельзя сказать дальше у меня в паспорте есть в номере паспорта цифра 1 я не писал как обычный 1 мне тут же сделать замечание что так цифра 1 писать нельзя нужно писать как просто обычную палочку иначе компьютер ее распознает как цифру 4 а теперь давайте посмотрим результат моего экзамена переходим на сайт рцой это сайт на котором хранятся официальные результаты всех участников егэ по всем предметам отметим что в московской области профильную математику выбрали из 708 человек а по факту пришли 505 для входа на сайт ввожу свои данные нажимаем строку результатов экзаменов и в краткой форме видим оценку это 100 баллов посмотрим более детально видим что 100 тестовых баллов выставлены за 32 первичных то есть это максимально возможный результат давайте посмотрим бланки задание с кратким ответом далее бланки ответов номер два их целых шесть кратко по задачам 13 как видите я начинаю решение с нахождения одзе поэтому не бойтесь писать одзе в работе просто сделать это правильно в ответе в каждой серии использую новую букву 14 пункт а доказываю и расписываю все более чем подробно 15 и снова работа начинается с нахождения одзе 17 курьезный момент оставшегося пустого места на листе мне явно не хватит и я прошу дать новый бланк чем шокирую и ввожу в ступор члена комиссии мне не отказывает но говорят что сначала я должен полностью исписать этот 19 решение этой задачи это сочинение по математике ровно то что я вам показывал в своем видео по оформлению задач второй части профильного егэн 18 я умышленно не стал рисовать картинку а просто описал я словами и и этого для экспертов оказалось достаточно 16 самая сложная задача варианта пункт а простой пункт б с трудно находимой идеи стало ясно что считать придется много но непонятно что из этого пригодится на всякий случай посчитал все в этот момент мне принесли новый черновик и спросили нужен ли будет еще бланк ответов номер два потому что в нашей аудитории они уже закончились смотрим решение пункта b на которое ушел целый лист вот и вся работа первый раз я шокировал комиссию когда просил дополнительные листы второй раз когда им пришлось проверять целых 6 листов моих математических сочинений к слову сказать ни единого замечания со стороны проверяющих экспертов пока другие хайпили на досрочном экзамене разбирая его на своих каналах я каждый день делал разборы тех же самых досрочных вариантов любой вариант из сборника ященко вполне может попасть вам на реальном игре чем вам не до срок пока другие только рассуждают как можно оформлять решение как нельзя пишут в комментариях что одзе под забретом за это сразу же 0 баллов можно писать только ограничения я записал для вас подробнейшие видео по оформлению сложных задач второй части и на практике применил свои же рекомендации особое внимание обратите на 13 и 15 задачи где первое что я делаю нахожу область допустимых значений и явно и указываю в бланках ответов нет ни одного замечания экспертов по моим решениям при этом в решениях некоторые задач я умышленно писал более подробно чем необходимо а в некоторых менее подробно опуская несущественные детали ребята я сходил на егэ и сдал его на 100 баллов у меня получилось а значит может получиться и у вас но для этого надо усердно заниматься когда я учился в школе я очень много занимался математикой и благодаря этому поступил на мехмат мгу но только на пятом курсе я осознал что то что я учусь в университете это результат работы моих учителей именно поэтому я и сам стал преподавать чтобы передать свой опыт и знания ребят до экзамен еще целых полтора месяца соберите свою волю в кулак я вас верю у вас все получится лучшие формы вашей благодарности за мой труд будут ваши высокие результаты на егэ а коллегам которые присылают мне фидбэк мягко говоря в не самой доброжелательной форме я рекомендую сходите на егэ и попробуйте затащить его на сотку о своих результатах напишите в комментариях ни пуха ни пера о своих результатах напишите в комментариях при занятии в комментариях ни с36rus bay и ждут вас на егэ удачи в комментариях ни пухдарь не прожиете. и